Ну что, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Салмановна Мактун Сайфудин, и это волшебство. Ну что, посекретничаем? Ну да, эти секретики. Татьяна Салмановна, в общем, не надо напрягаться, ее же вчера уже обсуждали с тем, не надо обсуждаться, не надо вот этот вот пот рукой, жарко, конечно, но вот этот рукой не надо, нужно салфетку. Нужно расслабиться. В общем, так это сесть расслаблена в этот натрон, сесть расслаблена, как-то вот это вот супер расслаблено, супер красиво. проветривание я уже открыла ну что сегодня я съездила с утречка с утречка вот там зубную поликлинику по полису этого бесплатного медицинского страхования хирургу хирурга сегодня была женщина вот такие вот дела я вытащила меня корень корень зуба в общем то что от этого зуба осталось а так конечно советую вам с утра потому что прошлый раз это заняло очень много часов сидений в очереди там около четырех часов этого того не стоит лучше поехать с утречка во сне утра по экстренной боли я была вторая в очереди только подъезжаете когда я там лечу хорошо приезжайте в другой день хорошо приезжать там другой профилам там это советую подъезжайте в другой день в общем что пришлось подождать театра рейбуса 50 это минут 20 зато я увидела таких брутальных мужчин самокатиках это того стоит такие проезжали мужчина не проезжали просто я даже не поняла что это здание что бы началась пока я достоял 20 минут там проехала столько симпатичных прошел столько симпатичных мужчин на этой остановке долгозерная общественного транспорта они проехали на самокатиках туда по направлению комендантское моего комендантское это ты вот метро вот пришлось подождать вышла где-то в начале восьмого минут 20 подождала троллейбуса минут двадцать ехать я общем около восьми утра была в поликлинике по месту моего жительства по бесплатному пользу бесплатная поликлиника так что вот там было несколько человек я взяла талончик там такая система талончик берешь бахилы надеваешь температуру меряешь руки можно протереть все так и нормально сегодня даже был охранник все и там даже был охранник так что вот форме все охраняет все очень по чину прошлого охранника не было мой талончик 26 у меня был талончик 26 я вот только вот это нажала взять и сразу не сказали думаю через туалет посмотрю вот моментально мне сказали по вот этому вот такая такой вообще такое все вообще такой супер супер на этом телевизоре посвечивать такой номерок такой вот окошечко там третье окошечко какое и сразу понимаете номерочек я дошла с паспортом с полюса этого со временем не временный полюс этого медицинского страхования но и постоянный полюс бесплатного страхования будет готов на сентябре мы сказали так что вот там стираю одежду которые я ездила стираю стиральной машинке уже не одна минуточка даром не проходит я просто решила немножко так еще на юмор юмора дать немножко юмора немножко юмора и как-то немножко серьезности так что вот я агитирую конечно очень сильно агитирую зубы лечить вовремя понимаете если вот потому что она посмотрела так вам там еще один зуб вот это вот по экстренной тащить надо и кариес лечить понимаете вот это вот я никогда так вообще в принципе мне 49 лет я так зубы никогда не запускала на самом деле и вам тоже не советую запускать зубы так что вот как бы я сказала все это оформили эти бесплатные полюсы и пошли лечить зубы потому что зубами в общем как-то шутки лучше конечно в пределах вот бесплатного страхования вылечить в общем я как бы вот так вот советую вот так вот вот такие вот дела потому что тот зуб который мне мужчина тащил прошлый раз он был такой более свежий он не так давно сломался у меня там была большая боль а этот у меня был такой заросший вы понимаете она там его вот это вот понимаете она его шатала понимаете три укола в него она три раза как колола понимаете такая боль вообще вообще такой уж вы поняли да тут такие уколы как-то вот это делал тот зуб он мне быстрее вытащил менее безболезненно вот это вот все а здесь три таких вот трех сторон она колола так это болезненно потом она шатала понимаете сшатала этот зуб потом там что-то там еще шатала куда-то там вот это вот потому что ну вот в общем очень вам советую зубы лечить вовремя лечить или вытаскивать не оставлять их в общем как-то вот так такие вот дела кресло там то поднимала кресло потом знаете какая-то штука там со светом света вот это эти как-то большая штука свет этот свет ставила как-то правильно свежь то свет там светил туда вот это вот так что вот поднимала это кресло ну которым я бы сидела там вот это вот зубное вот народу не было понимаете там была одна одна мистка врачей помер на одна женщина была совершенно сразу подошла даже успела там еще в туалет сходить понимаете что это водичка потому что жара такая 30 градусов в петербурге тайлан там ехать не надо чем вам тайнанг у нас есть вообще как таиланд единственное что да я к вам это знаете ездить ревизора и даже не поняла эти кондукторы этот общественный транспорт там очень мало этих окон открывать но более проветривать надо а мне знать кондуктор который с утра до вечера и едет в этом транспорте понимаете там я проехал их 20 минут целый день в этом транспорте есть я не знаю это понимаете не у нас питер не рассчитан на такую жару обратите на это внимание я у этого мужчины спрашиваю кондуктора там села назад назад на это вот это вот я говорю заднюю эту верху открыть проветривание а он говорит нельзя это вот это только спереди можно открыть проветривание вот эти окошечки только вот так чуть-чуть открываются я врачу нельзя он говорит потому что от троллей густо тросы внутрь попадают это нормально привязывать тогда тросы там надо это хорошо если немножко проехать сейчас подождите сейчас я так так нужно что включить там вот это такая штучка щас я организую национальная машинка щас он даже мужчина испугался мужчина же испугался убежал так что вот я прекрасно понимаю я сама вообще была просто в шоке хотя смогла просто шоке и уже знаете уже много раз сосед на этом кресле понимаете будет вот когда там эти уколы начала делать потом этот шатат понимает сначала я там расшатаю потом вот это вот я много раз знаете мысленно перекрестилась и пройти вот это вот и помолилась вы поняли да так что тина салмана так может замотивировать лечить зубы а когда тащить понимаете ли в смысле что лечить дорогая ну хотя бы бесплатно понимаете если это бесплатное страхование хотя бы что-то вот такое сделать в принципе пределах кого денег нету пределах этого бесплатного так что вот хотя она у меня спросила вы будете бесплатный укол или платный укол делать я говорю ну а как прошлый раз в прошлый раз укол понравился мужчина понравился как он мне вытащил зуб вот этот ну это сегодня его не было на него смена не всегда до вечера там работают не будешь они там с восьми утра до знаете половинства работ так что вот у кого на каждый бесплатный не сделал не накул укол нормально это что мне большой вот тут мужчина не зря уже убежал понимаете у меня большой опыт лечения зубов я всегда регулярно в принципе что в школе там знаете там школе я училась в 256 мы там регулярно там эти зубы там понимаете там это регулярно посещали со школьным классом там зубного там вы поняли да потом это ПТУ потом я там стала лечить зубы Kanga в генеральная как же ее звали там ох какого врача она еще знаете на кафедре на кафедре общем на кафедре первую метwich это на команде кофе это первую ветку такая когда яна сердеевна такая она там преподавала и там faciliyet был такой учебный класс учебный класс что вот он находился в центре вот учебный класс вообще она там настоящего я там потом вылечила все детские дипломбы, зубы, которые сейчас тащу, я там вылечила за счет этого, как там, союз контракта, за счет господина Рыдника, господину Рыднику большой привет, я тогда много зубов за счет союз контракта вылечила, потому что вот. У них там обслуживались сотрудники и я там, ну вы поняли, да? И потом так я годы-годы к ней ходила, если надо было там все что-то, чувствую, всегда ходила вовремя, там раз в год проверять зубы, потом в Америку уехала, там конечно уже в VIP, понимаете, жена доктора, перимаксила дански, там каждый раз в полгода чистка зубов, врач смотрит там, или кариес, или что-то нужно там, то есть просто VIP обслуживание зубов, в общем вы поняли, да? Я вообще привыкла к этому VIP обслуживанию, вот. И зуб у меня тащили там в Америке, у меня, тащили мне зуб, тащили зуб, там конечно это заняло очень много времени и так далее, в общем как-то вот это вот. Укол прошел, а сколько это было, сейчас у нас время и сколько? Сейчас уже у нас время, сейчас я просто посмотрю на моем телефоне сколько, 16 часов 35 минут, я тоже подумала, может быть будет раз такое, вот это может быть как-то в принципе, это как-то придется может быть еще этого анальгина у меня куплен, может еще анальгина придется принимать, в общем нет, смотрите, она мне вытащила этого сколько там с этим уколом, с этим уколом, получается вот оно, 8 часов 20 минут примерно, 8 часов где-то 20-25 минут, я просто помню, как у меня в Америке тащили зуб этот, знаете, там еще такой VIP было, это отдельная история, VIP обслуживание, а потом мне этот мужчина, ну он еще, знаете, там у меня вот нижний, по VIP, еще мне делал десну, сразу вытаскивал и делал десну как бы под имплант, как бы делал там, знаете, как-то, чтобы десна была ровная, потому что он мне говорил, что когда если вырываешь зуб, десна как-то неровная, а чтобы она такая ровная была уже под имплант, он мне даже там вот делал какие-то вот эти вот манипуляции, но это за большие деньги. По страховке, ну в принципе, вот там вот, да, по страховке, так что вот, как жена доктора, потом у меня зуб заболел с Хворцова-Степанова, когда я лежала, там мне тащили, так что вот, там врач, когда вытащил, вот, он сказал, что зуб был, внутри корень был совершенно гнилой, там через пару часов была такая адская боль, что это вообще просто вот эта вот. Вот такие вот дела. Я не знаю, может быть, этот мужчина каким-то образом будет вот это вот так, в общем, как-то, я не знаю, я вот его видела, а он, знаете, да, к этим бочкам проходил. Так что вот, инсайд у меня такой был. Что с этими, если зубами не лечить, я не знаю. Хотя Юрий Анатольевич ходил 30 лет гнилыми зубами и ничего. Я не знаю, с Юрием Анатольевичем ничего не случилось. За 30 лет гнилыми зубами он никогда их не лечил и не тащил. С ним ничего не случилось. За все годы я от него слышала, один раз он там с Белоострова звонит и говорит, ой, я сегодня не приеду, у меня там зуб болит, я сегодня отлежусь, а приеду завтра. Так что вот. За все 30 лет, ну, в принципе, вот так вот, как вот это вот. Там он был помоложе, наверное, может быть, тогда не надо, поэтому просто я так вот, да, и тогда, в общем, и тогда даже ничего не слышала. Так, за все сколько там лет. Вот такие вот дела. Ну, что еще интересного? Так что вот. Ну, в общем, в общем, как-то вот так, как-то вот так. Я пришла там, знаете, там такой большой кабинет проходной, знаете, две двери на один кабинет проходной. Вот. Этот раз в другом этом небольшом кабинете, не в том, в котором прошла, потому что в том два кресла этих зубных, а в этом одно. так что вот. Так что вот. Ну, что я пришла, там такая вот очень милая женщина очень, это спросила, по какому вопросу, в общем, я ей сказала, что по поводу зуба в прошлый раз хотели два, один вытащили, большая очередь была. Так что вот. Ну, я вытащила у меня этот корень, корень зуба, то, что от зуба осталось, и попросила в карточке расписаться. Для того, что вытащила у меня зуб, что я пришла на прием, что она вытащила у меня зуб. Когда я вышла, я уже особо очереди не заметила. Вот. А там внизу тоже, ну, там несколько человек в эту, как там, в эту регистратуру было. Внизу охранник. Просто раз охранника не было. Ну, может поздновато было для охраны. И троллейбус. Пошла на троллейбусную остановку. Троллейбус быстренько подошел. Народу мало в троллейбусе. И туда и сюда. В общем, 55 рублей. А что, понимаете? 55 рублей. Ну, люди, конечно, в основном за наличку не ездят. Смотрю все карточки. У людей карточки. Понимаете? За наличку ездить по 55 рублей. Потом я зашла в магазинчик с 7 шагом. И на 55 рублей я купила 3 пачки макарон. Я там это покажу. А что не покажет? Татьяна Салмана покажет. Да. Потому что Татьяна Салмана возмущается ценами на транспорт. Я не знаю, Татьяна Салмана возмущается или нет. Тогда бы там, может быть, какие-то плохие были. Ну, я не знаю. Понимаете? Как я говорю, нужно торговать нефтью и газ мы неоднократно, чтобы ездить на этом общественном транспорте за 55 рублей. Такой VIP, понимаете? VIP, троллейбот, короче, за 55 рублей. Вот это вот. Подошел он быстро, народу мало. Контролер, обратно была женщина очень вежливая. Даешь, дала ей 100 рублей, она дала мне сдачу 45 с мелочью. Так что вот. Туда я дала без сдачи. Ну, сам факт. Сам факт. На эти деньги можно купить три пальки совершенно шикарных макарон и одну, одну, короче, хороший шампунь-ромашка. Сейчас Татьяна Салмана принесет и покажет. Вот. Чтобы видно было, вот один проезд, хоть там одну остановку вам проехать надо, хоть 10 остановок. Вот 55 рублей платить. Сейчас Татьяна Салмана принесет, а что не принесет. Сейчас я принесу, покажу вам. Сейчас принесу. Сейчас. 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 Да, вот, три пачки макарон и фэнтези, шампунь для волос ромашка, вот, шампунь для волос ставлю сюда, очень шикарные макарошки, кстати, такие большие, вот, смотрите, что одну остановку проехать на общественном транспорте, что купить вот эти вот продукты в магазинчике с вишагом, макарошки очень-очень хорошие, понимаете, твердых сортов, очень вкусные макарошки, вот, ну, шампунь, что сказать, понимаете, конечно, в Америке я ни разу вообще даже макароны не ела, какие макароны, там только VIP, понимаете, все только органик, и шампуни я покупала, только специальный шампунь, профессионал, я очень долгие годы пользовалась совершенно шикарным, совершенно шикарным дорогим шампунем, понимаете, профессионал заказывала, специальный в Америке, такие штуки у меня были, там, 100-200 баксов, 300 баксов, так что вот, а теперь покупаю по вот этой вот, сколько он там, 17-18 рублей, ну, 90-м псалмом, понимаете, как там Наталья Правдина говорит, чтобы экстренно нужны деньги, желтая свеча, четвертый, я даже пока не знаю, что такое четвертый псалм, надо будет почитать, что такое четвертый псалм, так что вот, прочитать четвертый псалм, сразу спать ложиться, а здесь я купила шампунь для волос, ромашка, фэнтези, прочитала 90-й псалм, очень, кстати, ну, я не знаю, рекомендую, в общем, я даже не знаю, что, я просто с вами делюсь, вот это вот, если вы не можете купить профессионал, шикарный шампунь, там, за 200-300 баксов, ну, вот, пожалуйста, вот такой, с 90-м псалмом, хотя, нужно еще такой, более-менее такой нормальный для окрашенных иметь, чтобы их комбинировать, в общем, как-то комбинировать, вот это вот. Ну, ромашка. Здесь народу мало было, вот там магазинчики с мешанком, я даже еще второй раз даже сходила в магазинчик с мешанком, хотела мороженое купить по 8 рублей, да где там? Да, я, знаете, как прорекламирую это мороженое за 8 рублей, там сразу набегут, все это раскупят, мороженого, конечно, не было. Ну, я купила себе красную икру, думаю, себя нужно побаловать, чай нужно попить, в общем, как-то вот это вот красную икру, купила баночку красной икры, имитированной, 24 рубля, батон за 13 рублей, вот, вот, а потом средства для мытья посуды за 13 рублей, с копейками, 12 с чем-то, ну, очень, грубо говоря, 13 рублей. И что-то я еще купила, а что я еще купила? Надо посмотреть, что-то я еще купила, да. Так что, это вот такие вот дела. Сейчас переменная облачь, в принципе, на завтра дождик обещали, ну, конечно, понимаете, когда там 31 градус, такие эти ливневые дожди, в принципе, welcome, понимаете, welcome. Ливневые дожди, да, дожди, то есть сам, в принципе, будет, потому что мы ждем, конечно, прохлады, вот это вот, конечно, Таиланд Таиландом. Кстати, обратили внимание, мы там загрузила эту Лену Летучью, программу Ревизора, я ее смотрела еще много, несколько лет назад. Ну, понимаете, там, какие там года, это было уже лет 6-7 назад. 6-7 минут, это вот так, 5-6, 6 лет назад. По телевизору я смотрела, там, какие-то серии, особенно, знаете, там, кафе, рестораны проверяла, вообще, как-то вот так. Контрольные закупки, в ресторанах тоже контрольные закупки, там, в кафе контрольные закупки сделала, там, знаете, что такое. Ну, такая интересная вообще передача, так что вот, в магазинах, чтобы, ну, как она говорит, чтобы знать свои права и вообще-то, ну, в общем, как-то вот так. Я там загрузила несколько программ, сама это не посмотрела, ну, я как бы, в принципе, знаю. Я, в принципе, знаю, как бы вот эту вот, как говорится, вообще тематику, общетофронию. Ну, что еще? Что еще такого вам рассказать? Наверное, это такое будет это видео. Ну, в принципе, что я хотела, хотела тут как-то вот это вот, я вообще подумала о часть программы заснять, читаю там, в общем, да, что-нибудь такое почитать, что мне будет интересно такое вот это вот. Ох, я такая, просто красота, смотри, какую шляпку мне надела. Ну, да, это прямо из Рио-де-Жанейро. Кстати, покупала я все, знаете, да, аксессуары, кроме этого, это я в Америке еще купила. А так, вообще, на самом деле, вообще эти все штучки, это внутри магазина Wildberries, это шляпка тоже, знаете, такая цепля, с камерой, такая вообще такая, такая супер-краская, просто такая звезда, просто такая звезда. Ну, что, ближе к информации, ближе к жизни? Ближе к информации, ближе к жизни или ближе к чему? Ну, понимаете, когда классный, вообще классный вот этот вот зубной, я вообще привыкла к классному, что в Америке, там приходишь по времени, сразу там VIP, там не ждешь вообще. Приходишь по времени, записываешься заранее, ну, в Америке, там уже заранее записывал, за месяц, за два записываешься, вот. К определенному времени приходишь, там не ждешь. Так же, как и здесь, к платному, записываешься на определенное время, приезжаешь, ну, там, пять-десять минут подождал и все, никаких этих очередей. Это такая мотивация, мотивация в том, что быть процветающей, иметь деньги. Так что, вот. Я – эталон счастья. Книжка Натальи Правдиной «Азбука успеха от А до Я». Я бы с удовольствием прошла этот вебинар, этот семинар, когда она там говорит, да, ах, это женщина на миллион. Вот. Но это платно. Это платно, я не могу вот даже сейчас заплатить, чтобы этот вебинар, семинар, даже по интернету, чтобы даже там полторы тысячи, даже полторы тысячи за вебинар не могу. Я бы с удовольствием заплатила. Я бы на самом деле все бы ее вебинары, особенно по интернету, заплатила бы, посмотрела бы с большим удовольствием. Но я еще пока не разбогатела. Не на книжку Пелевина за тысячу рублей, но эта книжка Пелевина появилась бесплатно. Это та книжка появилась, которую я в магазине видела, она на ютубе, я там ее загружала. Книжки Пелевина можно послушать, я, честно говоря, так и не послушала книжки эти Пелевина, но я к ней очень, знаете, иронические детективы. Конечно, пишу, конечно, еще к ней, знаете, вот сценарий для фильмов, там «Агент Нон-Носин», «Бабушка Марбл» ведет расследование, «Кошки говорящие, дом волшебный», «А, вот к волшебству», сегодня котика такого увидела. Так, на, короче, такой похож родственник вот этого Васики. Так что вот, у Васи.комка от Альфа-Банка работает сама. Смотрю, такой вот, месяца ему три, наверное, бегает вот там вот. Я говорю, какой ты хорошенький, он под машину. Ну, да, там машина стоит, он прятается под машину. Ну, вот. Ну, я сходила, сходила, когда в магазинчик сходила, ему там, ты же купила, там, ты вот, вот, такой мягкий, такой корм. Я говорю, кыс-кыс-кыс, там, он потом побежал, вот, на этот вот здесь вот, на газончик, я, и на дерево хотела залезть. Он хотел залезть на дерево, вот. А я хотела, не знаю, может быть, кормушки для этих, для птиц, куда я хотела, я не знаю даже. Вот, ну, конечно, он испугался, такой он, в принципе, и убежал, я туда им положила корм, такой вообще, такой чистенький, символичный такой, символичный котенок, они, знаете, необычные вообще. Я книжки так и напишу. Кот говорящий сказал, что, как он сказал, что он как процветание по-арабски, кот сказал, представляете, как процветание по-арабски, вот что он сказал. Вот, что, кстати, он сломанно в книжке напишет. Дом волшебный, кошки говорящие. Там книжку Белевина, книжку Белевина я еще не прочитала и не послушала, ну, в общем, я не особо интересуюсь, так, может быть, извлекаю, я вообще, знаете, как-то так, ну, чуть-чуток, в общем, чуток. Потому что мне хватило вот этой Даши Васильевой, то есть, этой серии Даши Васильевой, этот сериал «Бандитский Петербург», отчасти, понимаете, все какой-то криминал. И это тоже Даша Васильева, там все эти расследования, ну, хорошо, там это Париж, наряды, ну, Париж, наряды, можно где-то в другом месте посмотреть. Вот я вам загрузила, это у Ислер Габриэла, Ислер, вот это вот, Мисс Вселенная, какого там года. Вот, смотрите, красотка, там какие-то интервью дает, вот эти красота, и одета, и красота, в общем, как-то вот это вот. Ну что, давайте книжечки. Так что вот, от этого с большим удовольствием, вот этот вебинар, вебинар, особенно, знаете, вот по интернету, за интернет, женщина на миллион, в общем. Ну, для этого тоже нужно иметь деньги, понимаете, а чтобы иметь деньги, их нужно заработать. Не знаю, желтые свечки, если я так вот посмотрела, тоже ритуал, вот возьмите желтую свечку, это сливочным маслом ее намажьте, вот этим, там, вы слышали, я загрузила это вот, это нужно купить белую свечку, потом желтый фломастер, потом сливочное масло, еще раз сказала, не экономить. Это, понимаете, такие расходы. Это вам не мороженое за 8 рублей. Она вот учила, как эти экстренные, экстренные деньги нужны, там, кредиты заплатить, или вот экстренные деньги нужны, ну, там такое еще интересно. Ну, у меня красная свеча есть, я не знаю, на красную свечу, может, четвертый, я могу на красную свечу четвертый фсалон прочитать. А покупайте желтую свечу, хотя, вы знаете, здесь вот, только не надо бежать в этот магазинчик, но пока можете их бежать, пока, знаете, у меня такой этот баджет, нету баджета на этот, на магазинчик фамилия. Там такие, знаете, можно такие аксессуарчики купить, что-нибудь такое прикупить, и будете, знаете, в каких-нибудь шляпках, в каких-нибудь таких вот супернарядах, будете такая вообще вот эта вот, как это говорится, такая под старину. Ну, тарелочки, знаете, этот магазинчик фамилия, в принципе, там по одежде точно что-нибудь сказать не могу, думаю, там тоже что-нибудь найти можно. Там можно такие симпатичные тарелочки найти, свечечки, всякие аксессуарчики, вот эти что-нибудь такое оригинальное, так что вот прикупить, но если есть баджет для этого, и дома сделать так немножко эксклюзивненько, чтобы глаз радовал. Очень хороший магазинчик, и чашечки, там очень много мелочей всяких вот таких, как в Америке, вот этот вот, диджей Макс и Маша. Можно таких свечечек красивых, там каких-то бокальчиков, понимаете, тарелочек симпатичных, и, знаете, и наслаждаться этим, вот это вот, как наслаждаться собой, понимаете, наслаждаться жизнью, это и раунд себя, вот, там очень хорошо, я иногда захожу. Вот. И немножко там одежды можно, что-нибудь такое прикупить, ну, у кого вот эти деньги так присутствуют, то есть. А так там, в принципе, я только вот раз заходила, в общем, на самом деле, много таких интересненьких, интересненьких там, не такого интересненького у них есть. Из чего-то обычного сделать такое ретро, вот. Это 5 озерок на втором этаже, это 10 они работают. Вот, что-то у нас ветра как-то, я там, там открыла, у меня здесь открыто, что, знаете, что сквознячок будет, сквознячок. Потому что, если вы захотите, конечно, там это шопится, дорогие чаи покупать на первом этаже, понимаете, там какие-то вот, знаете, дорогие чаи или коробки конфет, там одна коробка, как и, по-моему, 2-3 тысячи рублей. Там эти чаи, подарочные чаи, то есть, да, это все, конечно, деньги надо, это такой-такой расход, а я даже не знаю, на какой-то VIP-класс расчислены вообще эти чаи, вообще вот эти вот VIP-конфеты. Так что, вот, они, наверное, думают, что здесь, наверное, олигархи заезжают в 5 озерок, понимаете, там такой уровень, знаете, вот этого, Монако. То есть, там такие конфеты шоколадные, я таких конфет не видела даже в органик-шопе в Америке, задорого. Они предлагают такой ассортимент, они что, думают, что, я не знаю, здесь, это, олигархи, заезжали олигархи покупать эти конфеты и эти чаи, но не меньше, понимаете, такой уровень олигархов. Ну что, давайте к этим кофермациям. Я выбираю активную, веселую, здоровую жизнь, наполненную бесконечным восторгом, наслаждением и счастьем. Силой своей веры и любви, силой своего намерения я притягиваю в жизнь здоровье, красоту и счастье. Счастье и гармония заполняют мою душу. Я творю радость, любовь и счастье сегодня и всегда. Я – эталон счастья. Я наполняю свою жизнь радостью, любовью и счастьем. Счастье – норма моей жизни. Мое счастье бесконечное, как и любовь Бога. А вот что я хотела сказать. Вот это вот врач, который я еще ходила тогда, который я сказала, работала в первом миде, потом она работала в центре. В центре, в дорогом, так скажем, ну, вечить зубы, в дорогом это называется. В центре. Вот, а потом свой она открыла вместе на пару с другим врачом-женщиной. Спала там в одном из спальных районов, там, где, знаете, такой, короче, такой, я бы сказала, то ли, Невский какой-то такой, машиностроительный район. Я туда к ней ездила. Я просто забыла ее фамилию, но это не совсем важно, в принципе. Кстати, хороший врач. Короче, врач у нас всегда очень хорошо, у меня лечила зубы. В общем, как-то вот это. Вы не знаете, там такой офис был, как входишь, типа такой, какой-то бизнес-центр такой, вот на первом этаже налево. Налево дверь открываешь, там коридор. В конце коридора комната отдыха, где они там чиплют, отдыхают. А сразу, когда входишь здесь, направо ресепшн, за ресепшном коридорчик, направо туалет, с этим, с раковиной, вот. А когда входите сразу, дверь налево-налево, два кабинета. Там, где лечат, ну, наверное, несчастная работа, в общем, на самом деле. Я принимаю безграничное счастье, любовь и благополучие. Нет, давайте что-нибудь к здоровью. Что есть о здоровье? Давайте, знаете, дефирмации по здоровью. Мне нужно, чтобы... А, я у нее спросила, сколько будет заживать? Я говорю, сколько будет заживать? Вот этот вот зуб, я уж когда она вытащила, ну, вытащила, я говорю, ну, как называется, это десна после этого. Она мне сказала, вообще заживает три недели. Я даже не поняла. Три недели, она сказала. Если там врач сказал, говорю, о, как бы, вот, следующий-то через один зуб-то, вот, когда мне можно? Через пару дней, можно, тот вытащить. А я сказала, три недели. Так она и шатала мне там, понимаете, вот это вот. Она там шатала и так тащила, что явно там. Ну, вы поняли, да? Я просто там вот намекаю, на что? На то, чтобы, у кого нет этих полюсов, сразу, короче, замотивироваться, короче, организовать себе бесплатные полюса и вылечить зуба. Какие вылечить, какие вытащить. Что врач скажет. Замотивироваться. Здоровье божественное. А так, я много лет ходила на сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Так что, вот, вообще, знаете, нетрадиционной медицины, я, конечно, лечусь уже давно, но когда, знаете, с первого метода меня выписали, я, честно говоря, на медицину особо, как бы, надежь-то вообще не, как бы, ну, вы поняли, да? То есть, как-то вот так вот. Как-то я уже ближе к сеансу Коновалова, там всякое, знаете, энергетическое лечение, там, зарядка, самомассаж, там, акупунктура, то есть, как-то вот так. Я излучаю здоровье, молодость и красоту. С каждым днем моя жизнь улучшается, мое здоровье крепнет, мое здоровье великолепное. Ну, и вообще, после того, как, знаете, у меня, кстати, вот, я пойду к ним, так что, вот, они должны быть там в карточке, так что, вот, буду у них это делать. Знаете, как это они, много лет назад, это было столько, там, 25 лет назад, да? 25 лет назад они неправильное лечение мне выписали, в этой, женские консультанты неправильно меня лечили, неправильно выписали таблетки, вот эти вот, как там, врачи неправильно таблетки выписала, для надпочечников или чего там, надпочечники, да? Гормональные таблетки. Потом мне мама говорила, ее уволили, там, вот это вот, ну, понимаете, вот это вот. Поэтому, как-то я, в принципе, ну, вы поняли, да, то есть, мое отношение, как бы, вот это как-то. Вот, я здорова. Я часть потока жизни, я с радостью двигаюсь вместе с ними. Я ожидаю от жизни только самого лучшего. Я здорова. Здоровье – моя сила. Я утверждаю могучее здоровье, я распространяю красоту и свет. Я наполняю свою жизнь радостью. Так что, я много лет, знаете, вот на буклете Сергей Сергеевичка Навалова там была молитва Франциска Азийского. Так что, вот, на самом деле, как он говорил, прочитали молитву, потом основной сеанс, ну, и вообще, я всегда буклет носила у себя в сумке, вот, или большой, или маленький, а поначалу, у меня даже мама, мы даже, как говорится, на больных местах, вот, что у кого-то беспокоило, носили эти буклеты вообще на себе. Представляете, вот до этого. А там прям молитва. Я бы, конечно, вам, может быть, и рассказала подробности моего лечения, такого многолетнего, на этих сеансах Навалова, но он не советовал распространяться для всех о выздоровлении и так далее. То есть он говорил, что не надо. Поэтому я вам не рассказываю. Так что, вот. Я освобождаюся от груза прошлого, отныне я свободно утверждаю здоровье. То, о чем я выбираю думать и говорить сегодня, создает мое будущее, я выбираю здоровье. Я вообще, знаете, по здоровью склоняюсь, как вот Луиза Хей. Луиза Хей, благодаря аффирмации в своей системе, сумела вылечить себя от рака. Так что, вот. Это о чем-то говорит. Книжки написала, много лет преподавала, вот там книжки, система. Так что, вот. Там, почитайте, кому интересно. Я точно все книжки ее не читала. Так что, вот. Чем она там понималась? Ходьбой, соки пила, аффирмациями занималась, позитивно думала. Я достойна наслаждаться здоровьем, и я благодарностью принимаю его. Благодарю тебя, здоровье. Благодарю тебя, красота. Благодарю тебя, юность. Но, опираясь на вот ее жизненный опыт, если бы она была с молодостью счастливая, уверенная, понимаете, она бы была счастлива в браке, в семье, в любви, в сексе, понимаете, с ней бы такого не случилось. Вот вы там почитайте ее книги. Это все у нее как-то пошло из детства, от того, что, в общем, все. Понимаете, такой груз. Груз неприятностей, груз вот этих вот. Вы поняли, да? Если бы она была счастлива, например, вышла бы счастлива сам, уже была счастлива в браке, счастлива бы в любви, в сексе, с ней бы этого вообще не произошло. То есть отвлекаясь, как бы немножко от нее, понимаете, как-то вот это вот. Чтобы полюбили тебя, ты должна любить себя, свое тело. А если ты не любишь, тебе все будет казаться не то, там, вот это вот. Кто же тебя полюбит, если ты сама себя не любишь? А там комплексы, комплексы с детства, которые там накапливаются. В общем, все как-то вот так, ну, вы понимаете, да? Там много всего. Кто интересуется, может почитать ее книжки. Я наслаждаюсь своим прекрасным здоровьем. Все клетки моего прекрасного тела исцеляются. Здоровье, сила, свет и радость наполняют меня. Потому что мощная энергия любви, понимаете, энергия любви, энергия секса, в общем, на самом деле, это такая, в общем, отдельная тематика, которая, знаете, проходит, знаете, как сказать там вот это вот. В общем, такая, как вот у Манта Кучье, исцеление секса, понимаете? Книжки даже такие, исцеление секса. То есть нужно понимать такие намеки. А древние об этом давно знают. Так что вот, особенно там эти короли и вообще такие китайские императоры. Ну, а Манта Кучье там часть информации как-то уже опубликуют на эту тему. Ну, а если, понимаете, себя закрывать, не разрешать, понимаете, вот это вот, какие-то там эти догмы, как это пишет Джозеф Мерси, там всякие там какие-то догмы непонятное что, там кому-то что кажется, краситься нельзя, быть привлекательной нельзя, потому что какие-то религиозные вот эти вот, всякие вот это вот. Ну, и не знаете, что нужно идти наперекор? Я не знаю, в той же Саудовской Арабии, в те женщины в одеялах, понимаете, завернутые в черных одеялах, понимаете? Если они там развернутся из этих одеял, как это называется, вообще, есть же вообще полностью в этих паранжах, полностью завернутые, даже прям и на глаза у них эти штуки. Так что вот. И, наверное, знаете, там, ну, нельзя там это разворачиваться, как бы вот это вот. Я наслаждаюсь с вами здоровьем. Ну, там, конечно, особый мир, понимаете? Особый мир, конечно, наверное, это мир мужчин, я так понимаю. Так что вот, в принципе, мир мужчин, и, в общем, как-то вот эти мужчины там в белом, мир мужчин, свои там, понимаете, свои понятия, знаете, в чужой монастырь со своим уставом, у них там свое. Я просто рассуждаю издалека о здоровье, о счастье, понимаете, чтобы быть здоровой, счастливой. Вот я просто вот об этом рассуждаю. Все болезни растворяются в мощном потоке божественного света и любви. Я здорова. Мое тело поет, ликует и наслаждается ощущением свежести, легкости и здоровья. Вот самое интересное, я там интернетила когда-то, по-моему, у них там, по-религиозному, на какие-нибудь могу ошибиться, что-нибудь такое, но вы там еще точно посмотрите. Там, знаете, я там вот, по-юту-пила однажды, и вроде как у них даже еще на женщине лежит ответственность, чтобы мужчина был счастлив в браке. Какая-то такая религиозная вот эта вот. Что она должна вот так, все так вот так вот делать, чтобы он еще был доволен и счастлив, то есть на ней лежит еще ответственность. Она еще может быть и виновата. Точно вам сказать не могу, но я вообще, честно говоря, когда я это прочитала, я так вообще удивилась и подумала, ну это же вообще надо вот это вот. На ней еще лежит ответственность. Вот как он к ней может относиться? Если на ней ответственность, если он пришел с работы, она должна вокруг него бегать, понимаете, чтобы он был доволен. Вот как он к ней будет относиться? Так что вот. Мое тело поет, ликует и наслаждается ощущением свежести, легкости и здоровья. Я сама творю свой мир, свое здоровье и свое счастье. Небесные врата к счастью, здоровью и вечной молодости всегда открыты для меня. Моё здоровье великолепно. Каждым днем моя жизнь улучшается, а моё здоровье крепко. С каждым днем мой организм все энергичнее работает на омоложение и оздоровление. Ну и вообще, честно говоря, я так иногда не думаю, где-то нужно, если там искать какой-то позитив, у него же там по религиозному, они могут иметь три жены, понимаете? Если там он имеет три жены, то старшая, более старшего возраста, там дети, потом, наверное, моложе, еще моложе. Ну вы поняли, да? И обеспечивать он должен. Всех трех одинаково. Вот такие религиозные законы, что можно иметь три жены, но их одинаково обеспечивать. Так что, в принципе, если без каких-то таких претензий, знаете, старшая жена может как-то так вот быть обеспеченной при этих детях жить, понимаете? В общем, как-то детей воспитывать, быть обеспеченной. Ну, вы поняли, да, там вот это средняя, еще и младшая жена, ну, вы понимаете, да? Там моложе и моложе, в общем, как-то вот это вот. Я излучаю здоровье, молодость и красоту. Я здорова, я молода, я прекрасна. Я принимаю для себя идеальное здоровье здесь и сейчас. Я привлекаю здоровье, я творю здоровье, молодость и красоту сегодня и всегда. Здоровье божественное. Ах, что делается мама, мы еще не будем там как-то увлекаться, потому что у них там... А, вот что! Сегодня я ехала на троллейбусе, рекламируют полководцев. Кого там? Жукова? Ах, этот портрет Жукова какого-то полководца висел, портрет полководца и весь такой в этом, в этих, как это называется, маршал, да? И в этих, в этих орденах. И такой в этих орденах. Крупным планом, там, на вот этой вот, 50-й, проедьте обратно, вот, от этой поликлиники 33-й обратно, вот, когда едете, и с левой стороны будет вот этот большой плакат, рекламируют, что помним героев или как-то героев, или эти как-то... Нет, что-то там как-то написано, так что вот. Я с радостью принимаю божественное благополучие и здоровье. А вы все знают, у меня еще такой был инсайт, с вами хотите посекретничаю, хотя я не знаю, как они там отнесут, такой инсайт, если что, скажут, что я тут скажу, скажут, что, в общем, суд indie там как вы, вообще человечкаすごい, даже не знаю, отходите посекретничаю, вообще у меня был такой инсайт, что вы знаете, у меня там вообще как-то, какие-то такие строгости, вообще, я даже не знаю, за кого они, за него они молятся, Такие, знаете, эти женщины, такой инсайд был, там вот эти женщины в этих покрывалах, и он такой входит по типу господин. И знаете, когда, я сейчас так сказала, я, знаете, честно говоря, немножко пошутила, я типа свисту, они прямо начинают молиться. Я даже не поняла, за кого, за себя, за него, может это принято. У них там несколько раз в день нужно молиться, потому что на самом деле, я, честно говоря, сделала вообще такой вывод, что они такие вообще очень запуганные такие, понимаете. Я не знаю, может быть это был такой инсайд из древности, может сейчас такого нет, может быть это инсайд был тысячу лет назад, короче, который там где-нибудь в этих, я точно сказать не могу вам, откуда эта информация. Я бы сказала, сейчас сначала стал мало, но я же практически выспалась. Знаете, вот это вот, по типу, подожди, дорогой, сейчас я высплюсь. Я расскажу тебе про этого, как называется, про маршала Жукова. Сейчас это высплюсь. Ну да, а то будет там это, голову морочить. Ну да, очень быстро еще поспать, уже еще отдохнуть. Стала самандривать, я так не очень, не очень много сегодня спала. В общем, как-то вот это вот. Я настраивалась ехать, я сначала думала ехать, не ехать, а потом я подумала, ну что там дала, думаю, как-то вот это. С утра, я же знаете, встала, в общем, тут пару часов поспала. Вот, и так там вчерашнее видео загружала, там мне нужно было на мои каналы YouTube загрузить, Татьяна Салманна, мостом сайт, будь я на русском, на английском языке. Там около 7 тысяч видел на каждом видео я. Вот, потом на моем странице по ВКонтакте и напрямую, в общем, на эти, в общем, там занималась очень допоздна, а потом как-то пытается, ну вот, в общем, как-то потом думала, суть и зуб, 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 в общем, как-то ехать, вот это вот, немало. Мой организм очищается от всех болезней, усталости и наполняется светом и здоровьем. И вообще, честно говоря, вот, я вам подскажу, вам по секрету проехалась я на этом троллейбусе, хотя троллейбус такой, в принципе, VIP, там нормальная поликлиника, в принципе, ну так это быстренько все. В магазинчик зашла, мало народу, в общем, здесь прошлась, там вот как-то вот это, но, в общем, все это как-то вот это подумала, ой, скорее бы, знаете, вот я там вам загрузила, там часть вот этого «Богатство моих руках», книжка Натальи Правдина «Впитывать богатство», смотреть, там я же загрузила самые дорогие дома в мире, что там, самые дорогие машины, платья, вот эти вот сумочки, вот это вот, туфли, ну и вообще вот этим, в общем, заниматься, в общем, чем такое, вот эти вот аффирмации читать, в общем, мой лекционный курс писать, мои видео заснимать, в общем, перечитать еще эту книжку Натальи Борисовны Правдиной «Богатство в моих руках», кстати, буду я ее читать, отрывочки, на, в рамках, так скажем, науки жизни, в рамках моего, моей студии «Позитивного мышления», «Силы позитивной мысли», я очень рекомендую эту книжку, она, я читала в 2004 году, книжка 2004 года, я очень рекомендую эту книжку «Богатство в моих руках», вот, шикарная книжка, я буду там прямо вот это вот, прямо и буду, ну, сейчас у меня такая система, я эти книжки читаю, что перечитываю, и уже в рамках, знаете, на мотрах, скажем, делаю такие эти видео, мне и само интересно, вот, и на самом деле это нужно как-то, в общем, повторить, освежить информацию, потому что информация, цена, что такое подзабылось, вот, информация, цена тем, что прочитал и делать надо, в общем, а там очень много интересного, небесный банк, впитывать энергию изобилия, смотреть красивые журналы, красивые картинки, понимаете, красивые там, это по интернету, сейчас можно интернетить, вот, всех это, там, золото, бриллианты и так далее, шикарные магазины, моё здоровье несокрушимо. Я выбираю для себя могучее здоровье прямо сейчас, моё тело накапливает здоровье, я живой символ здоровья и процветания, я программирую себя на здоровье, красоту и молодость, я утверждаю своё право на здоровье, молодость и красоту во всех её проявлениях, я с радостью принимаю жизнь, наполненную здоровьем и благополучием, моё тело наполняет энергией здоровья каждый день, я выражаю искреннюю любовь самому прекрасному, здоровому, молодому телу, я выбираю жизнь, наполненную здоровьем, ой, здоровье, это очень важный момент, я вообще люблю, знаете, великолепно себя чувствовать и наслаждаться жизнью, знаете, как-то сидеть, как-то сесть красиво, вообще чувствовать себя великолепно, я вообще на самом деле вот это вот вообще просто кайфую, чувствовать себя великолепно или там, или сесть или лечь, какой-нибудь дебанчик удобный, книжка шикарная, знаете, вот этого позитивного мышления, вообще какой-нибудь фильм позитивный, в общем, расслаждаться собой, в общем, тишиной, не знаю, там открыт, я сейчас проветриваюсь погодой, Это шикарная погода, и, честно говоря, наслаждаться собой и великолепно себя чувствовать. Так что вот. И в этом уже состоянии наслаждаться уже раунд, красотой, природой. В общем, как-то вот так. Мой путь приводит меня к наслаждению здоровьем, красотой, гармонией, силой и молодостью. Так как это именно то, во что я выбираю верить. Я изучаю здоровье, я становлюсь привлекательнее с каждым днем. Я искренне желаю здоровья, добра и счастья окружающим меня людям. Я улучшаю свое здоровье и свою судьбу. Я эталон здоровья и красоты. Я активизирую свою драгоценную жизненную энергию. Я возрождаюсь к новой жизни, наполненной здоровьем и радостью. А, еще в школе очарования я учусь. Да. Ну да, в школе очарования, чтобы гармонизировать. Когда он в этом в огне, понимаете? Когда он тут приходит в огне, чтобы его водой, чтобы он вообще весь такой вот этот, знаете, вот это вот. Ну, я же там вам загружала огромное качество их видео-школы, международная школа, как международная школа женского очарования. Ах, быть такой оргазмический поток, быть такой сладкой, манкой, как сказка. Да, вот это вот. Посетимый гейш, гармонизировать пространство. Это много лет нужно учиться. Так что вот. Ну, так говорят, что много лет нужно. Я активизирую свою драгоценную жизненную энергию и возрождаюсь к новой жизни, наполненной здоровьем и радостью. Я выбираю такие мысли, которые делают меня здоровой и красивой. Великий Божественный Дух наполняет мою жизнь гармонией, силой и здоровьем. Моя жизнь соткана из радости, здоровья и красоты. Божественная сила исцеления дает мне здоровье и бодрость, дарит мне красоту и молодость. Я из сотворения высшего здоровья и красоты. Я реализую свое божественное право на здоровье. Ну, я не знаю, конечно, я секретов точно в этой школе очарования не могу сказать, поскольку там частный ретрит стоит 100 тысяч долларов. Вот, я учусь, как я смотрю, то, что она выкладывает на ютубе. На ютубе. Но вообще, я вообще читаю книжку Сен-Жермена, так что вот трансформация. Негативное состояние трансформировать по системе Сен-Жермена. Не по системе, как в Японии, как вот говорит Ирина Хакамада, вот. А у меня по системе Сен-Жермена, вознесенного мастера Сен-Жермена. Вот, трансформировать. Вот это вот. Гармонизировать, трансформировать пространство. Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное мироощущение. Я принимаю здоровье. Я легко и радостно изменяю свою жизнь, свое здоровье и свою внешность в лучшую сторону. Смотрите, и свою внешность, и свою внешность в лучшую сторону. Я прекрасное воплощение женственности, молодости и здоровья. Мое здоровье крепче с каждым днем. Имейте в виду. Аффирмации я читаю из книжечки, вот это вот, на моем видео, просто иногда я их просто читаю, вот, подряд, да. А здесь я как бы вот просматриваю, читаю, еще как бы, вот так, еще что-то такое рассуждаю. Имейте в виду, аффирмации из этой книжки. Аффирмации Натальи Правки. Мое здоровье крепче с каждым днем. Просто приучаю себя к языку изобилия, языку любви, языку счастья. А как приучать? Я же вам уже говорила. Нужно что-то вот такое хорошее читать. А вот где это хорошее? Это аффирмации. Смотрите, про здоровье переворачиваешь тут дальше. Про молодость, красоту, понимаете? Я листворение высшей красоты и молодости. Вот, язык, язык здоровья, язык красоты, язык молодости. Где он? В аффирмации. Переворачиваешь тут дальше, понимаете, подальше. Я готова принимать радость и счастливые сюрпризы каждый день. Я есен духу вашего высшего процветания и божественной любви. А вот Этина Салмановна, знаете, Этина Салмановна долго церемониться не будет. Сначала она расскажет про этого, как его там, про этого, как там, военного начальника Жукова. Военного начальника, военного начальника Жукова. Так что вот. А потом она расскажет про книжку Натальи Борисовны Праздиной. Это по поводу того, что красивую женщину можно целовать в любое место и не попасть. Да.